Институт развития интернета предложил ввести в школах страны факультативы по киберспорту. Эксперимент предлагают провести с 2020 по 2025 годы в нескольких учебных заведениях в каждом регионе. Между тем, Федерация киберспорта Сургутского района готова поделиться опытом с коллегами. Тренировочные классы открыты в четырех поселениях муниципалитета – Ленторе, Солнечном, Белом, Яру и Федоровском. Причем в последнем площадка действует как раз на базе школы. Занимаются в киберклассах больше 150 ребят. Тренировки идут по двум дисциплинам – Just Dance для детей любого возраста и Dota 2 от 14 лет и старше. В этом году Федерация киберспорта запланировала провести турнир между образовательными учреждениями. Соревнования назвали «Школьная лига». Начнутся они уже в сентябре. Формат соревнований – традиционная лига, как в футболе, как в хоккее. Команды соревнуются между собой, лучшие попадают в плей-офф и где разыгрывают главный приз. Финал планируется где-то в середине и ближе к концу осени. Возраст у нас участников от 14 лет. И команда должна быть представлена только одной школой. То есть команда формируется в рамках одной школы. Также Федерация киберспорта сейчас готовится к проведению еще одних соревнований, аналогов которым нет. Это триатлон. В турнир входят три дисциплины разной активности. Лазертаг физическая, квиз интеллектуальная и Dota 2 компьютерная. Пройдет триатлон 15 сентября в центре Атлант, поселка Солнечного. В этот раз соревнования выходят на окружной уровень. Организаторы приглашают к участию команды от городов Югры. Сейчас они доделывают положение турнира. Ознакомиться с ним, а также заявиться на триатлон можно будет через официальную группу Федерации киберспорта Сургутского района ВКонтакте. Приглашаем к участию муниципалитеты Ханты-Мансийско-автономного округа. Нозит он такой больше межмуниципальный характер, где будут наши четыре тренировочные площадки. Плюс город Сургут, возможно Нефтьюганск, Нягань, Ханты-Мансийск, Нижневартовск.